Украинские силовики вели по Донецкому аэропорту. Артиллерия била и по жилым кварталам города есть пострадавшие. В Донецке работает наш корреспондент Александр Билибов. Он побывал в опасном районе, который оказался в зоне поражения. Вот так выглядят последствия прямого попадания артиллерийского снаряда в жилой дом. Накануне вечном в эту двухэтажку, что на улице Листопрокачков, это северная окраина Донецка, угодил боеприпас. Он пробил крышу и взорвался уже внутри помещения. Ну вот по тем разрушениям, которые мы сейчас здесь видим, можно судить о том, что сила взрыва, значит, калибр боеприпаса были очень сильные. Явно больше 100 миллиметров. Тех, которые положено присутствовать здесь на линии соприкосновения. Видно, что когда-то здесь было несколько квартир, но взрывом разнесло практически все стены, повалило бетонные перегородки, как картонные фанерные листы. В этой квартире в момент попадания снаряда никто не находился, а вот в соседней была женщина. Упал потолок на меня. Ну, так, хорошо у нас потолки не плиты, а набивные вот это вот. Но еще что меня спасло, я была возле шифонера. На шифонер плитка большая упала, и я оказалась головой под ней. Но мелочь все засыпала меня. Весь минувший вечер украинские силовики активно обстреливали северные окраины Донецка. Попадания снарядов зафиксированы в Киевском, Кудышевском районе. Эти районы напрямую прилегают к Донецкому аэропорту. Четвертый дом, седьмой дом, шестой дом. Вот там вот, посмотрите, пойдите, там ямы, там ямы. Везде, где могли, там ямы. Везде, где могли, туда и стреляли, туда и попадали. Здесь постоянно живем под обстрелом. Днем, ночью. А в последнее время участилось, практически у них, как только народ ложится спать, начинают обстреливать, обстреливать и обстреливать. По данным Минобороны ДНР, огонь украинские силовики ввели со стороны населенного пункта опытное. Это всего в нескольких километрах отсюда. По данным ополчения, огонь велся из минометов калибром 80 и 120 миллиметров, а также из танковых орудий и, предположительно, из тяжелой артиллерии. Разведка вооруженных сил ДНР продолжает фиксировать факты размещения складов вооружения, военной техники, лично состава ВСУ и национальной гвардии на территории больниц и других социальных объектов. Есть данные, подтверждающие использование подразделения украинских силовиков в помещении городской больницы в городе Курахово и центральной районной больнице города Волновахо, что блокирует работу медицинских и других социальных учреждений. О характере разрушения можно судить даже по тому, как выглядят эти дома. Все это результаты свежих попаданий. Они здесь на каждом шагу. Вот, например, как эта воронка. Судя по ее размерам, ее оставил снаряд от мины калибром около 80 миллиметров. По данным Минобороны ДНР, среди мирных жителей есть погибшие и пострадавшие. Один человек ранен, один человек погиб. Здесь на месте работают представители специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе. Они фиксируют все факты обстрела, производят замер воронок, собирают осколки для того, чтобы потом можно было идентифицировать те боеприпасы, которыми и велся огонь по жилым кварталам Донецка и сделать соответствующие выводы. Александр Билибов, Олег Головчанский и Евгений Тарасов. Вести. Донецкая Народная Республика. О том, что к этому обстрелу Донецка украинские силовики готовились заранее, свидетельствует и недавний отчет ОБСЕ. Международные эксперты сообщают, что некоторые базы, куда раньше было отведено тяжелое вооружение, недавно опустили. Документально подтверждено такое исчезновение семи гаубиц и трех реактивных систем ГРАД. Не исключено, что именно они сейчас находятся на линии соприкосновения в нарушении Минских соглашений. При этом сотрудники ОБСЕ отмечают, что на базах Донецкой республики вся техника на месте. Киев уклоняется от прямого диалога с Донецкой и Луганской республиками, пытаясь подменить его инициативами, которые не закреплены в Минских соглашениях. Об этом сегодня заявил глава МИД России Сергей Лавров. Эти слова прозвучали на пресс-конференции по итогам участия в заседании Комитета министров Совета Европы. Лавров подчеркнул, что конституционная реформа на Украине сейчас проводится в нарушении Минских договоренностей. Думаю, что растет понимание необходимости сделать главный шаг в урегулировании украинского кризиса, обеспечить прямой диалог между Киевом, Донецком и Луганском. В этом ключ к урегулированию кризиса – это главное содержание Минских договоренностей от 12 февраля, и этим нужно руководствоваться. Пока, к сожалению, киевские власти уходят от такого прямого диалога, пытаются подменить его различными новыми идеями, новыми форматами, которые не обсуждались и не закреплены в Минских документах от 12 февраля. В Крыму выявлен украинский шпион, который по заданию СБУ, это украинская спецслужба, наблюдал за объектами Черноморского флота России. В нашем распоряжении видео, на котором мужчина сам во всем сознается. Подробности сейчас узнаем у нашего корреспондента Ольги Армяковой. Она выходит на прямую связь из Крыма. Ольга, здравствуй. Так, кто этот человек и где он теперь? Добрый день, Николай. В Севастополе разродился настоящий шпионский скандал. На полуостров приехал агент украинских спецслужб, некто Антон Локоть. Он приехал в Севастополь для того, чтобы производить разведку в районе береговых частей Черноморского флота, где они базируются, в районе Казачьей бухты. Как настоящий агент под прикрытием, Антон устроился в охранную компанию. Он работал в яхт-клубе на территории Казачьей бухты. Именно оттуда он и производил съемку. В общем, все в лучших традициях бандианы. В нашем распоряжении оказались эксклюзивные кадры признания Антона. Вот что он сам говорит о своем шпионском задании. Предлагаю послушать. Задача была поставлена от Барлюты, непосредственно фотографирование воинской части Казачьей бухты, то есть где возможность прибрежной стороны, для того, чтобы узнать непосредственно количество техники, которые в поле зрения находятся. И надо было подготовить информацию по количеству личного состава. Обещано было материальное вознаграждение. Сказал ходить людей, которые украинизированы, которые против непосредственно того, что Крым присоединился к территории Российской Федерации. Фотографии и видео, которые удалось сделать украинскому шпиону, он передал своим работодателям, представителям СБУ, через водителя автобуса «Севастополь-Днепропетровск». Точно по такой же схеме он получил и свой заработок. Денежное вознаграждение в районе 6 тысяч гривен. Надо сказать, что для Антона это далеко не первое задание от СБУ. На них он работает уже около года. Сейчас Антон выдворен с территории Севастополя и решается вопрос о запрете на въезд на территорию Российской Федерации. Для Антона локоть. Николай. Спасибо, Ольга. На прямой связи из Крыма была наш корреспондент в регионе Ольга Армякова. Масштабные военные учения проходят сейчас на южных рубежах СНГ в Таджикистане. Российские десантники с новейшим вооружением и обмундированием. И военные еще пяти стран. Это силы оперативного реагирования Организации договора о коллективной безопасности. Официально они готовятся отразить возможное вторжение экстремистов со стороны Афганистана. Наш корреспондент Артем Потемин сейчас работает на военном полигоне. Полигон Харб-Майдон на юге Таджикистана. Отсюда до афганской границы всего каких-то 80 километров. Именно здесь было решено провести первое совместное учение коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ. Главная задача этой внезапной проверки боеготовности войск выяснить, насколько группировка готова к отражению террористической угрозы. Только от российских вооруженных сил задействованы почти 500 десантников и 60 единиц военной и специальной техники, среди которой БМД-2КУ и самоходные артиллерийские орудия НОНА, плюс разведгруппы на квадро и мотоциклах. Кроме того, в маневрах принимают участие военнослужащие Киргизии, Белоруссии, Армении, Казахстана и Таджикистана. В ходе учений группировка отработала вопросы боевого слаживания, в частности, радиоэлектронной борьбы, защиты коммуникаций и средств связи. По легенде учений, бандформирование из Афганистана пересекли границу Таджикистана. Вооруженные силы республики отражают атаки противника. Им на подмогу спешат воинские контингенты других стран ОДКБ. Колонны на марше прикрывает авиация. Она же ликвидирует с воздуха группы условного противника. Впервые российские подразделения ВДВ десантируются в этом горном регионе. Сложность состоит еще и в том, что площадка приземления незнакома. Да и погодные условия можно назвать экстремальными. Жара под 40 градусов и сильный порывистый ветер. В итоге атака завершается успехом. Группировки ОДКБ удается занять указанный рубеж и уничтожить противника. Итоги этой внезапной проверки еще будут подводить в оперативном штабе, куда входят представители всех стран, принимавших участие в учениях. Однако уже сейчас ясно, что коллективные силы доказали свою состоятельность. Артем Батимин, Леоналетов и Виктор Бармин. Вести. Таджикистан. Вопрос сохранения национальных языков в некоторых странах стоит очень остро. Об этом Владимир Путин заявил на совместном заседании Советов по международным отношениям и по русскому языку, которое в эти минуты проходит в Кремле. Президент отметил, что игнорировать существующую проблему опасно. Это может привести к межнациональным конфликтам внутри государства.